Луна и Савиата, Лосенок, Портрет Софии. Работа Олега Закоморного так и приковывает взгляды ценителей искусства. Художник работает сразу в двух направлениях – скульптура и графика. Равновесие между двумя этими искусствами дает мне какое-то соревнование между ними. Либо, наоборот, я дополняю одно другим. То, чего мне не удается сделать в скульптуре, я пытаюсь сказать в графике и наоборот. Олег занимается искусством всю жизнь. В выборе любимого дела, которое с годами переросло в профессию, ему помогли родители. Олег окончил Московскую среднюю художественную школу, затем институт имени Сурикова. Как признается сам художник, на создание работы его вдохновляет сама жизнь. Но главной музой остается супруга Ирина. Одним словом, это тыл. Такой тыл очень надежный, очень прекрасный. Она все меня направляет. Это первые мы зрители, конечно, привык ей во всем доверять. Детские образы, обнаженные натуры. В экспозиции выставки представлены десятки работ. Но большая часть из них посвящены животным и природе. Одна из центральных скульптур – орлиное гнездо. На создание скал, облаков и семейства птиц у художника ушел не один месяц. Вначале необходимо было слепить эту скульптуру из пластилина. Ну, то есть это мягкий материал, либо глина, либо пластилин. А потом из фрагментов, из частей все это формуется, такие формы. В них заливается воск литейный, разнимаются эти формы. Все это также кусками отливается и при помощи сварки соединяется, собирается. Персональные выставки скульптуры и графики Олега Закоморного проходят во многих городах России. В европейской части, на Волге, на Урале и в Сибири. Значительное количество произведений находится в собраниях государственных и областных художественных музеев нашей страны. Скульптура Олега Закоморного – это высокий вкус, это узнаваемый стиль. И впервые мы видим работы, которых не видели раньше, которые выполнены в плоском рельефе с кружевными тенями. Это просто потрясающе. Увидеть необычные скульптуры и насладиться графическими работами приглашают всех желающих. Выставка продлится до конца ноября. Продолжение следует...